В эфире информационная программа День города, в студии Алена Кухолева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В завершении года экологии в Рязани вырубили вековую дубовую рощу. И снова маршрутка. Очередная авария на площади Ленина стала причиной большой пробки. Что могут не увидеть туристы в Рязани зимой из-за гололеда? Они создают приюты для бездомных животных, помогают старикам в больницах и хосписах и готовы сутками искать пропавших людей. Себя они называют одной большой волонтерской семьей. Лучших добровольцев наградили в среду на грандиозной церемонии в Москве. Среди них рязанская студентка Кристина Зорина. Она стала лучшей в номинации «Волонтеры Победы», на плечах которых забота о ветеранах и уход за памятниками героям Великой Отечественной. Ребята из Рязани – абсолютные лидеры народного голосования в интернете. Миссия «Волонтеров Победы» – это сохранение исторической памяти. И с следующего года мы будем стараться популяризировать историю именно понятными, доступными для молодежи форматами. Сейчас мы объединяем более 180 тысяч единомышленников. Я уверена, что это число будет расти. Утром 7 декабря на площади Ленина произошла очередная авария с участием маршрутного такси. В интернете появилось видео. На кадрах видно, как микроавтобус пересекает перекресток на красный сигнал светофора. В результате он столкнулся с легковым автомобилем, который двигался со стороны улицы Синой на свой зеленый сигнал. В происшествии никто не пострадал. Из-за аварии образовались крупные заторы на Первомайском проспекте и до самого Московского шоссе, и на улице Соборной во встречном направлении. Рязань – город туристический. Так гласят плакаты, баннеры и слоганы с рекламных счетов. Но если вы вдруг турист, прибывший к нам в город зимой, будьте осторожны. Тротуары, покрытые гололедом, а также площади вокруг главной достопримечательности, вовсе не так гостеприимны. С наступлением зимы передвижение рязанцев по городу стало весьма затруднительным. В зависимости от погоды горожанам приходится либо скользить по тротуарам, либо перебираться через снежные завалы. К подобной ситуации во дворах и на периферийных улицах многие уже привыкли. Но на сегодняшний день даже на территории Рязанского Кремля, который является главной достопримечательностью города, прогуляться с комфортом вряд ли удастся. Сам видите, что не очень комфортно. Конечно, не комфортно. Вот где? Сейчас трясется вся в коляске. Ничего не комфортного. Все грязно, все плохо. Вот там еще более-менее, но здесь ужасно. Вот второй день гуляем, здесь вот более, чуть-чуть почистили, наверное, квадратный метр, и все. Ужасно. И не только по территории Кремля, а вообще по территории города. Потому что нету чищенных улиц, нету чищенных тротуаров, дороги тоже не чищены, ездить на автомобилях тоже тяжело. Если какие-то вопросы к власти задавать по этому поводу, то может хватит пиариться любимого, а начать работать. Страдают не только жители Рязани, но и гости города. А тем, кто работает в туристической отрасли, элементарно стыдно водить туристов по таким достопримечательностям. Не только люди, которые занимаются непосредственно туризмом, должны как-то вкладываться в это, но и те люди, которые отвечают за облик города. Потому что туристы приезжают прежде всего не к кому-то конкретно, а приезжают в город. И что они видят? Они видят нечищенные дороги, скользкие, где можно просто банально упасть, сломать ногу. Как приглашать туристов к нам сюда, если даже дорога к Кремлю у нас обледеневшая? Руководитель проекта «Рязань туристическая» Ксения Поначева посетила с небольшой инспекцией территорию Кремля в прошлые выходные, когда город заливало дождем и горожане буквально тонули в ледяной каше. Прошло несколько дней, ситуация изменилась, но значительного облегчения это не принесло. Кое-что почищено, частично посыпано песком, тоже частично. Но проблему это на самом деле не решает. То есть это, в общем, такое бесполезное занятие, потому что снег надо было убирать тогда, когда он только выпал. Когда он еще не замерз и не превратился в эту ледяную корку, которую сейчас, конечно, очень трудно очистить, я прекрасно понимаю. Еще одна проблема в том, что даже если снег чистят, его не вывозят с территории Кремля, а сгребают вот в такие малоэстетичные кучи. Ответы на вопрос, кто ответственный за уборку участка от площади Соборной до Глебова моста, нам найти не удалось. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике нам сказали, что данную территорию должен убирать город. В администрации Рязани утверждают, что за это ответственна епархия. Ну а в епархии говорят, что уборка всей территории Кремля все-таки обязанность музея. Круг замкнулся. Ну а в ночь на четверг Рязань буквально засыпала снегом. Мы еще раз посетили Рязанский Кремль, убедились в том, что центральные дороги все-таки почистили. При этом засыпав снегом стоящие вдоль дорожек скамейки. Кстати, уборка этой территории не единственная проблема. С освещением здесь тоже не все ладно. Но, например, памятник Сергею Есенину найти в темноте весьма сложно, так как он не подсвечивается. Ну что ж, остается попросить туристов приезжать в Рязань в более подходящее время года. Когда нет снега и световой день позволяет рассмотреть все достопримечательности города. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ситуация в селе Заборье все сильнее привлекает внимание общественности. К общей трубе газопровода, который находится в аварийном состоянии, долгое время не пускали представителей газовой службы. Ситуация на днях разрешилась. Но, как оказалось, конфликт имел продолжение. Валерий Седов далее. Село Заборье. Конец ноября. Более недели газопровод среднего давления, снабжающий многоквартирные и индивидуальные дома поселка Солоча и села Заборье находился в аварийном состоянии. По словам местных жителей, хозяин участка, на территории которого оказалась часть газопровода, скинул газовую магистраль с опорных столбов и не пропускал газовые службы для ее восстановления. По данному факту, отделом полиции Рязанского района заведено уголовное дело. 1 декабря 2017 года в рамках проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайной ситуации сотрудниками районной газовой службы, главного управления МЧС России, отделов полиции Советского и Рязанского районов удалось устранить повреждения и восстановить трассу газопровода. Этот человек, который, я просто не знаю, кто это, там размахивал тупалкой, какой-то железной, может быть не железной, я стояла чуть подальше, там без ребенка была, вот, не подпускал людей, никого, полиция, полиция ему говорила, вот, понимаете, что вы оставите семьи без газа, отопление также зависит от газа. То есть, если это с другой что-то произойдет, так же мог произойти птиц. Ну, самое страшное, наверное, что мы опасались, естественно, было очень страшно. Вот. Он сказал, территория моя, я никогда никого не пущу, и, ну, то-то. То есть, в таком был конкретстве разговор. Я испугалась ребенка, забрала, думаю, сейчас как рыбанек, не дай бог. Опасения местных жителей подтвердили эксперты. В грунте имеются блуждающие токи, и труба могла в любое время, во-первых, напряжение в этой трубе возникает, она, швы могли деформироваться и лопнуть, и, кроме того, она может быть пробита блуждающими токами. Вот. И маленькая даже утечка газа из трубы среднего давления, оно создало бы облако, которое в любое время могло взорваться. Газопровод среднего давления снабжает газом дома и социально значимые объекты. По словам экспертов, даже мелкие трещины могли повлечь серьезные последствия для жителей села Заборья. Однако хозяин участка долгое время не пускал на свою территорию представителей газовых служб, что, по словам экспертов, незаконно. Так как труба среднего давления, у нее есть охранная зона, 2 метра в обе стороны, и по законодательству должен быть допуск к трубе для ее ремонта и проверки всех инженерных газовых служб. В соответствии с кадастровым документом, территория, на которой находится газопровод среднего давления, была огорожена хозяином участка незаконно. В Рязани уничтожили дубовую рощу. В районе улицы под романтичным названием Старая Дубрава вырезали десятки вековых могучих деревьев. Местные жители недоумевают, зачем уничтожать крупную зеленую зону, ведь теперь о тенистых раскидистых ветвях будет напоминать только название улицы. Какое счастье жить в крупном городе, между тем иметь возможность тихим летним днем послушать песни соловьев и отдохнуть в тени раскидистых деревьев прямо у себя во дворе или в шаговой доступности от дома. Этим долгие годы пользовались жители улицы Старая Дубрава, пока их не настигла беда. По сей день можно видеть сложенные стволы огромных здоровых деревьев, которые больше никогда и никого не укроют под своей сенью. Местные жители недовольны, звонки в нашу редакцию не прекращаются вторую неделю. Удивляет и возмущает это и тех, кто живет в других районах города. В социальных сетях идет горячее обсуждение инцидента. Есть план зонирования города. Но буквально на недавних слушаниях по поводу перевода территории, которые находятся вот рядышком здесь же на этом полёжном проспекте. Заслушание. Эти планы города висят на сайте администрации города. В этом есть зелёная зона. Первым делом мы обратились в администрацию города, чтобы узнать, какая же острая необходимость заставила вырезать целую рощу и что будет здесь взамен. Земельный участок на улице Баженова, 35, строение 20, с 2009 года является объектом права собственности третьих лиц. Конкретный собственник в настоящее время физическое лицо. Учитывая, что этот участок в собственности, администрация города Рязани в соответствии с муниципальными правовыми актами не может регулировать вопрос сноса зелёных насаждений на этом участке. Зелёные насаждения являются неотъемлемой частью этого участка, поэтому собственник распоряжается ими по своему усмотрению. Именно по этой причине применить какие-то административные воздействия к собственнику участка за то, что произведены работы по сносу многолетних деревьев, мы не имеем права. Между тем возникают вопросы, есть ли моральное право у собственника лишать город и без того немногочисленных зелёных насаждений. Вообще непонятно два факта. Каким образом данная земля перешла в частное владение, во-вторых, на каком основании и кто дал право вырубать вековые деревья. Это частное лицо их сажало, потому что, например, у меня дом находится в центре города. У меня дом. И когда я захотел там что-то спилить, у меня тут же набежали местные власти и как бы спросили, а на каком основании ты пилишь свою яблоню. Год экологии даже ещё не завершился. Зелёный щит на стадии принятия. Тем временем неизвестные нам люди успевают уничтожать жизненно необходимые для города лёгкие. Будет ли предложено что-то взамен, неизвестно. А вот жители Московского шоссе, забившие тревогу в связи с тем, что началась вырезка деревьев, могут быть спокойны. На Московском шоссе в районе бывшей кинокопировальной фабрики, где сейчас строятся многоквартирные жилые дома, в октябре, в ноябре этого года проведены работы по жёсткой обрезке двухрядной посадки. Чем обоснованы были эти работы? Прошедшим летом на этих деревьях, а рядовая посадка представлена в основном ясенями, наблюдалась суховершинность у всех деревьев. Листья не распустились до конца лета вообще, поэтому мера эта была вынужденная. В администрации города нас заверили, здесь охранная зона и мораторий на вырубку деревьев, поэтому никакие посадки не исчезнут, разве что прибавятся. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, Юлия Пятницкого, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Сразу шесть нелегальных мигрантов выдворились в территории Рязанской области. У всех нарушителей миграционного закона были проблемы с документами и регистрацией в списке выдворяемых лиц граждан Таджикистана и Узбекистана. Одни не успели переоформить документы, дающие право проживать в России. Другие за этим разрешением просто не обращались, а значит находились и трудились на территории региона незаконно. Всех нарушителей закона суд отправил на родину, параллельно назначив им наказание в виде штрафа. Мигрантов доставили в аэропорт Домодедово. Рязанские полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в организации распространения синтетических наркотиков. У преступника изъяли более полкилограмма опасного вещества, который он приготовил для распространения в областном центре. Также в квартире злоумышленника полицейские обнаружили значительную сумму наличных денег, которую задержанный предположительно получил в качестве аванса за будущую незаконную деятельность. Сейчас сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного оборота наркотиков. В Рязани прошел круглый стол, посвященный обсуждению темы противодействия коррупции. Он объединил представителей разных ведомств, а его участники подписали особое соглашение, расширяющее круг компетентных лиц, которым бизнесмены могут прийти за помощью. Если обратить внимание на деятельность местной власти и органов местного самоуправления в сфере поддержки малого и среднего бизнеса и провести простой анализ, станет ясно, что многое сделано в этом направлении в последние годы. Но прокурорский надзор показывает, что нарушения прав предпринимателей все еще распространены. Нарушения допускаются при сдаче нормативных документов. Нарушения допускают должностные лица неправомерным отказом в выдаче разрешительных документов. Немало фактов волокиты при рассмотрении заявлений от предпринимателей. Распространены нарушения со стороны контролирующих органов. Но сотрудники прокуратуры выявляют и расследуют подобные случаи на основании заявлений от самих бизнесменов по публикациям в СМИ или в социальных сетях. И такая работа дает свои результаты. Так, по постановлению прокурора Советского района города Рязани, в связи с многочисленными обращениями предпринимателей к прокуратуру о нарушении их прав в сфере пассажирских перевозок, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 169 Уголовного кодекса РФ в отношении бывшего начальника управления транспорта администрации города Рязани проводится расследование. Прокуратурой Шиловского района в связи с обращением индивидуального предпринимателя установлено факты неправомерного отказа администрации лесновского городского поселения в отведении места для проведения ярмарки. По результатам проверки прокуратуры района в настоящее время в следственные органы направлено восстановление для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации по ст. 169 Уголовного кодекса также за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Для поддержки малого и среднего бизнеса несколько лет назад в области созданы центры поддержки предпринимателей. В целом их 27 в разных муниципальных образованиях. Однако деятельность таких центров далеко не всегда эффективна. Проблема некомпетентности специалистов, которые должны консультировать обращающихся к ним предпринимателей, основная. Больше дать полномочий и оказание услуг центрам поддержки предпринимательства. Но опять же здесь мы должны посмотреть эффективность работы наших центров. Мы их в свое время создавали, не много, не мало, 27 по области, а работают каждый по-разному. И надо посмотреть, может быть там, где неэффективно их закрыть, а сделать более эффективно и между районами, потому что мы с чем сталкиваемся? Ведь для того, чтобы оказать консультацию бизнесу, руководитель этого центра должен быть высоко квалифицированным специалистом во многих областях. Но наряду с неразрешенными проблемами с мертвой точки сдвигаются многие вопросы, обозначенные еще давно. В частности, в четверг, 7 декабря, подписано соглашение с МФЦ, закрепляющее возможность для бизнеса получить консультацию во всех территориальных отделениях МФЦ. Хотел сказать сначала о том соглашении, которое мы сегодня подпишем с МФЦ Рязанской области, но так как были подняты вопросы, по которым у нас тоже есть предложения, и мы видим, что наши предложения реализуются, иногда с запозданием на год, но в любом случае они реализуются. По завершении выступлений и докладов со своими животрепещущими вопросами напрямую к присутствующим представителям власти и прокуратуры могли обратиться бизнесмены. А вопросов у малых и средних предпринимателей с годами становится все больше. Марина Комиссарова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Рязанская фигуристка Александра Трусова побила рекорд юниорского гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Японии. В четверг 14-летняя Александра набрала 73,25 балла в короткой программе, побив мировой рекорд юниорской серии. Произвольные программы спортсменки откатают 9 декабря. Бутевку на гран-при в Японии фигуристка получила после победы на предыдущих этапах в Австралии и Белоруссии. Напомним, Александра Трусова – единственная в мире фигуристка, исполняющая сложнейший прыжок – четверной сальхов. Ее тренирует Этери Тутберидзе, в числе воспитанников которой – Юлия Лепницкая и Евгения Медведева. Развитие цифровых технологий в медицине обсудили на научно-технической конференции в радиоуниверситете. 30-я юбилейная конференция по традиции объединила студентов и молодых ученых из медицинской и технологической сфер, продолжит Валерий Седов. Аппаратно-программные средства центров здоровья, датчик биомедицинской информации, техническое обеспечение хирургических операций – это только некоторые из тем, которые прозвучат на 30-й Всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов. Она носит названия «Биотехнические, медицинские, экологические системы и робототехнические комплексы». 30-я конференция необычна тем, что проходит на стыке двух областей – измерительной техники и медицины. «Конференцию изначально мы задумывали для всех возрастов, то есть это и студенты, и аспиранты, и специалисты, и доценты, и профессора, значит, с целью обмена опытом для взрослых и для молодых, возможность посмотреть, обучиться, чему-то научиться и в будущем использовать методики, подходы, результаты работы более старших товарищей». В конференции участвуют 18 городов. Докладчики прибыли из Москвы, Казани, Уфы и Ежкаралы. Присутствуют и представители конструкторского бюро «Аврора» и компании «Еломет». Последние разрабатывают медицинские приборы и технику. «Конференции, проходящие на стыке областей, когда научные работники, инженеры, студенты могут поделиться друг с другом и повысить свою квалификацию, они нами целиком и полностью приветствуются, я считаю, и чрезвычайно полезными для развития университета. Тем более, что это как раз та сфера, в которой наш университет может принести существенную пользу нашему региону». Исследователи представят более 200 докладов. Почти половина докладчиков – представители радиотехнического и медицинского университетов. Галина Пупченко выступает на конференции впервые. Ее доклад также посвящен исследованию двух, казалось бы, несовместимых областей. «Медицинские информационные системы помогают улучшить помощь фармацевтическую в детской больнице города Москвы, в Морозовской детской и городской клинической больнице. И помогают оптимизировать работу как персонала, так и улучшить обеспечение пациентов». Предыдущие конференции уже принесли не одну технологическую новинку в сферу медицины. Например, аппаратно-программный комплекс хрономагнитотерапии «Мультимаг-МХ». Его используют для лечения широкого круга заболеваний комбинированным воздействием на организм магнитными полями. Комплекс разработали и собрали на базе радиотехнического университета. Им оснастили больницы не только Рязани, но и городов России, а также медицинские учреждения в Венгрии, Германии и Израиле. И это только одно из большого числа изобретений. Конференция в Рязанском радиотехническом университете продолжится завтра. Будем надеяться, что идеи, предложенные сегодня, позволят улучшить медицинскую диагностику и лечение. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Субтитры создавал DimaTorzok